Добрый день, уважаемые зрители! Я, Пантин Игорь Николаевич. Представляю вашему вниманию нашего героя, Додин Лев Абрамович, который рассуждает о сложности выбора смысла жизни. Вот сейчас, слушая всех с огромным интересом, я все время думаю, что все-таки мы так любим говорить о том, чем наше время отличается от других времен. И часто очень забываем, чем наше время абсолютно такое же, как оно было до этого. Только что Татьяна Владимировна сказала, вот порвалась связующая нить. То есть буквально процитировала Гаммеда, порвалась нить, связующая нить. Надо было начать такое ощущение, что не надо было жить эти 400 лет, чтобы это понимать. Человек всегда недоволен происходящим. Человек всегда не видит смысла происходящего. Такова природа человека. Человек не может понять смысл жизни. И вся его жизнь – это или отрицание смысла, и уход от желания понять этот смысл, или попытка все-таки непрерывно его понимать. И понимание, что каждый раз смысл, который мы нашли, обязательно будет неточным. Потому что с одной стороны нет ничего страшнее бессмыслицы, с другой стороны нет ничего страшнее уверенности в том смысле, который мы нашли. И еще раз могу сказать, что на этом рождаются все авторитаризмы, на этом рождаются революции, катастрофы. Одна война – другая война. Трампизм сегодняшний, род фашизма тоже. Все это одно. Вроде мы поняли смысл, мы отставим этот смысл, мы боремся за него и будем бороться за него без конца. Вот это я опять возвращаюсь к пониманию, как к основе человеческого общения. И к тому, что всегда этого понимания катастрофически не хватало. Такова природа человека. И вот мне кажется, мы очень мало, мы очень много говорим о современности, и это правильно, но мы очень мало и очень редко сопоставляем эту современность с историей. То есть со знанием. Вот Татьяна много говорила о знании. Вот знания не хватает. И в этом смысле я бы очень осторожно отнесся к тезису, что я доверяю тому, кому доверяю. Я боюсь, что тогда мы не выйдем за границы новых смыслов. Тогда мы не выйдем за границы понимания. А мне интересно понять того, кого я не понимаю, и понять тому, кому я вроде бы не доверяю. Потому что а почему не доверяю? Очень много есть внешних причин. И человек всегда, всегда, всегда пропадает, губит себя тем, что он не доверяет тому, кому он доверяет. И не пытается доверять. Или смертно доверяет тому, кому он доверяет. И обе опасности абсолютно равнозначны. Поэтому так интересно, прошу прощения, заниматься театром, потому что он все время говорит о том, что смысл искать непрерывно приходится, и смысл никогда не можешь найти. Поэтому, занимаясь Толстым, обнаруживается вроде бы один смысл. Занимаясь Достоевским, обнаруживается другой смысл. Занимаясь Теховым, обнаруживается третий смысл. Но вообще общий смысл всего этого, что в жизни человечества есть некий хаос, с которым надо попробовать разбираться. И надо попробовать быть действительно оптимистическим пессимизмом. Жизнь – очень мрачная штука, природа человечества – очень мрачная природа. И если мы изначально к этому не будем относиться так, и не понимать этого, и не бороться прежде всего со своей собственной природой. Потому что мы все время и очень часто боремся с природой других. А природа других – это вообще отражение нашей природы. Для вашего развития в комментариях напишите ответы на три вопроса. Первый. В чем сложность выбора смысла жизни? Второй. Какую альтернативу предлагает спикер? Третий. Не допускает ли спикер при этом ошибок? Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok